Сейчас мы на открытом городском марафоне «Смарт-идей». Он оцелен на развитие технического и естественно-научного направления. Особенность этого марафона в том, что он является встречей форумов, площадкой для общения педагогов и исследованием в естественно-научных и технических направлениях. На марафоне работают педагоги всех образовательных организаций. Проекты, представленные на городском марафоне, оценивала авторитетные и уважаемые жюри. Члены жюри дали высокую оценку работам, сделанных в рамках городского технопарка. Какие у вас ожидания от проектов участников «Смарт-марафона»? Ну, конечно, ожидания самые большие. Все дети, которые занимаются проектной деятельностью, конечно, они сюда попали не случайно. И этот марафон, он дает возможность им воплотить свои идеи. Молодежь у нас сегодня очень развитая, продвинутая, креативная. И я думаю, что и идеи их, воплощенные в проектах, будут такими же. И мне бы хотелось еще очень увидеть такие идеи, которые бы нашли свое применение в настоящей жизни, да, и сделали нашу жизнь, окружающий наш социум, лучше, удобнее для жителей Уфы. Какие у вас впечатления от проектов участников? Ну, надо сказать, что сегодня, в первый день открытия марафона, впечатления самые замечательные. Удивительно, что на данной выставке в Центре детского технического творчества «Глобус» представлены не только радиотехнические моменты, детали, сборки, но и представлены те направления, которые, казалось бы, вроде бы мало касаются технического творчества, но, тем не менее, они тоже очень интересны. Это и агробиология, которая позволяет выращивать продукцию чистую, экологическую, полезную для здоровья. Это эко-мониторинг, который позволяет мониторить окружающую среду и формировать у подрастающего поколения, в том числе, такое эко-сообразное поведение через сортировку мусора и через экологические акции. Вообще, все очень интересно. Проекты замечательные. И иногда, как видишь, дети вместе со своими творческими педагогами предлагают такие замечательные идеи, которые, в общем-то, не приходят в голову в нашей обыденной жизни, но, тем не менее, они являются настолько полезными и применимыми, что если бы действительно ими заинтересовались производители, предприятия и смогли бы эти идеи воплотить в реальную промышленную практику, то, наверное, наше общество исключительно выиграло бы от внедрения данных проектов. Поэтому хочется с чувством гордости сказать большое спасибо нашим учреждениям дополнительного образования, педагогам дополнительного образования, учителям школ, которые занимаются с нашими ребятами творчеством и помогают формировать у ребят инженерное мышление, что дает возможность им видеть проблему, ставить цели перед собой, предлагать различные гипотетические предположения, позволяющие решить данную проблему, но и выходить, наконец, на результативную работу и вносить дельные предложения, которые воплотимы в нашей реальной жизни, а не только в образовательной практике. Успехов нашим участникам марафона. Конкурс «Смарт-идей» является привлекательным для педагогов, для школьников, как младшего возраста, так и старшего возраста, потому что здесь представлены очень интересные проекты, которые отражают не только работу школьника, но и, соответственно, педагога. Можно найти работы по направлению робототехника, авиационные системы, интернет-вещей, по экологии. Мы, конечно же, все эти работы оценим на должном уровне, пообщаемся как с детьми, так и с педагогами. Дадим свою объективную оценку. Спасибо за приглашение. Это очень интересно. Идет уже второй день нашего городского марафона. Я же получу много впечатлений от проектов участников. У меня самые благоприятные впечатления. Меня поразили работы учащихся. Во-первых, разнообразие идей. Это и социально значимые проекты, как домашние теплицы, как очистители воздуха, которые могут быть полезны в домашних условиях, так и интересные проекты, такие как использование робототехники. Разные варианты предлагают дети, несмотря на свой юный возраст. Здесь надо отметить, что возраст участников от 6 до 16 лет. Работы очень разнообразные, разноплановые, интересные. Очень много добавляют своих идей. Действительно, марафон получился как смарт-идей. И также есть работы, которые уже в полной мере можно назвать научными проектами. То есть дети выходят за рамки тех планов, которые им задают. Они уже работают в более взрослом, в более серьезных направлениях и выдвигают свои научные проекты. Я была очень сильно поражена. Хочется выразить огромную благодарность, во-первых, педагогам, которые работают с этими детьми, вам дальнейших творческих успехов. Хочется пожелать успехов в этой деятельности детям. Мы уверены, что вот эти маленькие начинания затем вольются в большие научные проекты. И эти дети в будущем станут инженерами, проектировщиками, людьми, которые действительно создадут научно значимые, социально значимые проекты. Также хочется выразить благодарность организаторам. Эта идея очень хорошая. Пусть данные мероприятия, которые раскрывают таланты педагогов, таланты детей, такие мероприятия будут побольше. Пусть они будут востребованными и среди детей, и среди взрослых. Скажите, пожалуйста, Ваши впечатления о проектах участников. Сегодня я очень впечатлена работами этой площадки. Мы сегодня находимся в лицее номер 52. Здесь выставлены проекты Центра технического творчества «Гефест». И я очень впечатлена работами учащихся. Все проекты практикоориентированные. Я для себя почерпнула здесь очень много полезной информации. И практически каждый проект я бы взяла на заметку. И для того, чтобы внедрить в производство, и потом применить даже в домашних условиях для своей какой-то хозяйственной деятельности. Так что замечательная у вас. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить, что меня пригласили. У меня кругозор по таким учреждениям детским стал пошире. Но впечатление отличное. Я тут слышал некоторые вопросы, а вот внедрение есть или нет. Это внедряется в головах у детей, потому что они руками что-то делают. Пока человек руками ничего не пробует делать, у него голова тоже будет работать по-другому немножко. Хорошие проекты показали. И самое главное, что они вот, именно дети это могут лучше взрослых делать. Природосообразные технологии или природоподобные технологии реализуют на своих изобретениях, разработках. И это очень хорошо. На каждой площадке марафона были организованы выставки, семинары и мастер-класс. Итогом марафона является представление самого лучшего результата в естественно-научных и технических направлениях наших образовательных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова